— Дорогой гость у нас в студии, Владик Иванович, здравствуйте. Тут маленький, наверное, секрет, такой секрет Полишинеля. Знакомый-то мы на самом деле уже, так вот, второй десяток лет перевалил за середину. Причём в те далёкие годы, когда я имел какое-то лёгкое отношение к поддержке науки в рамках Российского и Еврейского Конгресса, Владик Иванович занимался происхождением жизни во Вселенной. Вот при каких граничных условиях, весьма примитивно сейчас говорю, неживая материя становится живой. Что меня сама по себе эта идея потрясала, на самом деле. И когда нас свели осторожно, я у тогдашнего члена нашего президиума, академика Виталия Гальданского, осведомился, а вот знает ли он такого неизвестного мне учёного, которого рекомендуют наши общие друзья, на что академик Гальданский сказал, вот все те вообще слова в превосходных степенях, которые только можно было сказать. И это всегда, на самом деле, лучший маркёр. Потому что вот если люди, которые сделали то, чего никто, кроме них, не делает, говорят про кого-то, что вот эти люди работают правильно, это правильные пчёлы, они делают правильный мёд, то на самом деле всё остальное совершенно неважно. Анкеты, которые заполнены, рекомендации ведомств, это, как правило, абсолютная чушь. При этом Владико Иванович является человеком, который вот до сих пор работает в России, за что низкий поклон. И мы с ним когда-то встретили ведь 11 сентября за беседой о новых направлениях развития естественных наук. Вот мы сидели, это всё записывали и обсуждали ровно в тот момент, когда первый самолёт пассажирский врезался в первый небоскрёб. А потом, и я этого тогда не знал, потом мы расстались спокойно, ну, каждый, что называется, пошёл по своим делам. И вдруг я включил телевизор и увидел, как в прямом эфире второй самолёт заходит во второй небоскрёб. Вот у нас ещё в жизни есть такое какое-то общее переживание, совершенно историческое для меня, уникальное, лучше бы такого не было, но тем не менее. Да, Владико Иванович, здравствуйте. Надька Иванесович. А вы не знакомы вы с армянскими именами, Серёжа? Это классическая перестановка. Она у очень многих бывает. Добрый день. Нет, Аветис это тоже имя, конечно. Ну, давайте не будем уже терять время, у нас же всё-таки всего-то 40 минут. Ну, и представьте, что вы назвали бы меня Евгений Сатанович. Будто вас так не называют, Евгений Иванович. Вы же знаете, как там слушали пишут. Чем вы сейчас занимаетесь? Что делает ваша группа? Сейчас вообще говоря, мы... Давайте так. Во-первых, я хотел бы всё-таки заметить, что заниматься происхождением жизни во Вселенной нельзя. Ну, такой проблемы нет. Я же говорил, я примитивно на уровне металлургопроточка. Это чтобы я был в каком-то смысле как-то понят для аудитории. И не столько, Евгений Иванович, это ваш адрес, сколько некое пояснение аудитории. Вообще-то... Вот давайте посмотрим. Ну, ведь с этой проблемой действительно возникает какая-то странная ситуация. Мы знаем очень много. В микромире мы ушли и докопались до частицы Хиггса. В макромире мы ушли в такие представления, как параллельные Вселенные, кротовые норы, тёмная материя и так далее. У меня получестка кротовых нор. Я извинись, я знаю, что такое тёмная материя, я понятия не имею, что такое кротовая нора. Это не важно. Главное, что есть такие какие-то понятия, которые в обычном представлении не вполне вкладываются. То есть, ровно так же, как и частицы Хиггса. То есть, мы достигли глубин представлений, не имеющих ничего общего с тем, что мы наблюдаем. Но что мы видим, на самом деле, вокруг нас, благодаря нашей какой-то логике, представлении, анализу и так далее. Как в сторону микромира, так и в сторону Вселенной и макромира. Ну да, глазами не увидишь, руками не пощу. А вот эти кротовые норы, правда, порталы в другие измерения? Нет, давайте мы оставим пока. Мы всё-таки про восстановление жизни. Хорошо. Я привёл два таких, так сказать, примера. Не примера, а обозначил мне некий масштаб представлений человечества, которое выработано на сегодняшнее время. И ровно в центре этого масштаба находится то, что мы прекрасно видим, чего мы, ну вот, бегает, прыгает, иногда пакостит, вообще говоря, строит всякие ужасные вещи, иногда хорошие вещи и так далее. И мы совершенно не понимаем, как вообще это могло возникнуть. А в чём дело? Вот в чём, собственно говоря, даже не в чём проблема, а почему? Почему вот мы так много знаем от очень нетривиальных представлений с масштабов микромира до очень нетривиальных представлений масштаба макромира, а вот такой феномен, как жизнь, мы не то что объяснить происхождение этого феномена, но даже природу этого феномена мы не вполне ясно осознаём. Может быть, это, знаете, лицом к лицу лица не увидать, потому что мы сами внутри этого и не можем смотреть. Нет, не поэтому. Вот я бы хотел поговорить вокруг этого. То есть, почему проблема возникновения жизни остаётся... То есть, на самом деле, это не проблема, это вопрос. Потому что проблема – это когда вы что-то сформулировали в рамках неких понятий и представлений, ну, скажем, какой-то науки, скажем, физики, математики, химии и так далее. И вы можете сделать некий, поставить некий вопрос в рамках этих представлений, и вот тогда этот вопрос является проблемой. Вы тогда начинаете работать как профессионал, начинаете работать над проблемой. Но здесь-то что? Проблемы ещё нет, а вопрос есть. Это, ну, вопрос исходит из нашего большого любопытства. Развивать никакой теории я развивать не могу и не буду, и не могу её. Просто нет, я её не знаю. Теории возникновения жизни. Более того, всё, на самом деле, гораздо хуже, чем можно себе представить. Евгений Иванович постоянно так говорит. Может быть, вы слышали нашу программу. Всё гораздо хуже, чем вы можете представить. Чем можно себе представить. Совершенно правильно. Но по-другому поводу. По-другому поводу, Евгений Иванович. К сожалению, здесь точно так же. Здесь пока у нас нет даже разумной гипотезы. И это не значит... Кстати, я это хочу подчеркнуть для всех слушателей. Это не значит, что её нет вообще. И мы должны, так сказать, уйти в совершенно другие понятия, представления. Нет, нет, я вовсе не это говорю. И вот я... Когда будет свет? Да, да. Это тоже же теория, да? Тоже гипотеза. Гипотеза. Или нет? Увидел Господь. Да. Вы знаете, это не гипотеза. Вообще говоря, это... Я чуть в сторону... Давайте чуть в сторону. Я как раз не хочу выводить туда. Я хочу сказать, что туда как раз можно и не идти. Но по поводу того... Ну, вот здесь я хочу сделать реплику. Ну, возьмём Библию, да? Первые слова какие? Первые слова, первые слова. И вначале было... Слово, и слово было у Бога. Нет, нет. Вначале было слово, и слово это было у Бога. И слово это было у Бога. Что это такое? А вот это уже придётся после новостей. Да, нам нужно сделать ползу. Потому что каждые 15 минут. Всё, окей. 5-5-3-3-ВЕСТ-8-903-170-63-63. У нас в гостях Владик Аветисов. Физик. Говорим о происхождении жизни во Вселенной. Мы потом ещё уточним. Сейчас у вас все регалии. Но пока скажем просто физик. И что это такое? Да, значит, я хочу ещё раз... Сначала было слово. Слово это было Бог. Нет, не вначале, а сначала. Сначала было слово. Слово это было Бог. Это две как бы большие разницы. Вот удивительно, кстати. Сначала... Там очень точно всё написано. Очень точно. Сначала было слово, и слово это было у Бога, и слово это было у Бога. Что это такое? Это неопределяемые понятия. Может быть, это формула какая-то? Нет, да. Это формула неопределяемого понятия. Я привожу другой пример. Дальше уже... Ну, это как в математике. Сначала вводятся неопределяемые понятия. Ну, пожалуйста. Точка, прямая, целое число и так далее. Затем вводится аксиоматика. А затем начинают исследовать следствия этой аксиоматики, которые называются теоремой. Ровно то же. А так же построена и Библия. Теперь вернёмся к нашей проблеме. Да. Да. А вот если мы рассматриваем феномен жизни, на какое неопределяемое понятие... Нам же нужно тоже построить, как бы вот, чтобы создать некую теорию. Нам нужно ввести неопределяемые понятия, принять некую аксиоматику, да? Построить некие утверждения. И потом уже эти утверждения исследовать на всякие свойства, следствия и так далее. На какое неопределяемое понятие можно тут опереться? Да. Вопрос вопросов, на самом деле. А как? Если мы не можем начать с этого, то что мы будем строить? Вот я вокруг вот этого пою, я хочу вокруг этого и поговорить. Если вам интересно. Так ведь и не только нам, надо сказать, на самом деле. Если вам интересно. Да давайте, поскольку мы как бы сейчас путаемся, не путаемся, так сказать, у нас нет почвы под ногами. Ну, вот учёные ведь, чем учёные занимаются? Они исследуют то, или, точнее, думают о том, о чём... Или пытаются сделать то, чего не делал никогда никто, и пытаются понять то, чего никогда никто не понимал. Поэтому вот это ощущение полной беспомощности, это наше нормальное профессиональное состояние. Как мы вообще действуем в этом состоянии? Ну, прежде всего, мы пытаемся нащупать в себе какие-то ощущения. Ни формулировки, ни гипотезы, а какие-то ощущения, на которые потом мы могли бы опереться, их немножко трансформировать в форму гипотезы. Это интуиция вы имеете в виду? Вы на интуицию опираетесь? А вы знаете, интуиция – это уже... Это мастер йода. Именно ощущения. Эти ощущения, я скажу, как они. Они на ранней стадии работы в науке, они не возникают. Они формируются в результате некого опыта. Вот у хорошего учёного всегда есть некое ощущение природы. Вот так же, как у человека есть ощущение красоты, так же и у учёного есть ощущение правильности. Вот математик, посмотрев на формулу, просто на то, как она выглядит, не изучая, скажет, что вот что-то вот тут... Вот это просто блестящая формула, она изящна и красива. О чём он, собственно, говорит? Он же говорит, как математика, а не как... Это же не картина, это же не графика. Ну, понятно, это красота не та, не эстетическая. Нет, это же не та красота. Или физик, например. О, совершенно фантастическая идея. Как он ухватил, что это фантастическая идея? Ну, даже не им придуманная, а кем-то предложенная. То есть, есть некие ощущения правильности или неправильности, которые формируются, на самом деле, на основе опыта. И они довольно долго формируются. Это то, что я называю чуйка. Да, ощущения, да. Вот поэтому, вообще говоря, так сразу выбрасывать учёных, даже когда им довольно много лет, но если они, так сказать, ещё вполне потенциальны, это очень большая роскошь. Но, тем не менее. Значит, вот давайте опираться на наши ощущения. А как мы воспринимаем жизнь? Живое. Ну, как? Ведь мы же выделяем его из всего. Но это нечто, наверное, хаотичное должно быть, живое. Более хаотичное, чем неживое. Хаотичное? Более хаотичное. Вот вы ровно так и воспринимаете. То есть, вы воспринимаете меня как более хаотичное, чем камень. Чем стул, на котором вы сидите, я сказал бы вот так. Смотрите, какой стул стабильный. А вы двигаетесь, что-то говорите. Ага, более подвижный. Слово «хаус» такое, это сейчас тем более модное слово. Хаус – это всё-таки беспорядок, где трудно что-то предугадать. Я, конечно, понимаю, что нужно предугадать, что я скажу в следующий момент. Это понятно. Но, тем не менее, вы, так сказать, предполагаете, что я двигаюсь в неком направлении. Согласен, да. Согласен. Всё-таки хаос – это там, по-видимому… Но неважно. И всё-таки вы же меня отличаете от стула? Конечно. А стул от камня отличаете? Да. А почему? По форме и по материалам. Нет. Не только поэтому. А стул искусственный создан, да. Вот уже вы нащупали то слово. Слово «искусственный». А что значит «искусственный»? Ну, это значит, что он не появился сам по себе, а был с кем-то сконструирован, с какими-то целями. Всё, мы достигли цели. Вот это как раз есть та точка, то есть вы воспринимаете стул как артефакт. Артефакт – это рукотворное что-то. Вот сейчас я вам скажу, что такое артефакт. И меня как артефакт. Ну, вас скорее нет, наверное. Нет, ну почему? Ну, конечно, всё живое – это любой элемент живого – это есть артефакт. Ага. Вот. То есть мы, ну вот, пожалуйста, окаменелость мы находим, и мы сразу вот в камне срезы делаем, срезы, и вдруг мы что-то там видим, какой-то отпечаток, и мы говорим, всё, это артефакт. У нас начинают дрожать руки, мы тут же немедленно начинаем мерить, так сказать, там, скажем, возраст этого камня. Достаем кисточки, да, смахиваем пылинки. Да, потом получается, что возраст этого камня вдруг оказывается больше возраста земли. Мы начинаем строить всякие теории, я, кстати, видел такие вещи. Мы начинаем строить всякие теории, ну, уже само собой разумеется, что жизнь прилетела к нам. Владимир Газначевич, я вот всё-таки трилобиты восприму как артефакт, череп кроманьонца тоже и не кроманьонца, а вас я всё-таки не воспринимаю как артефакт. Очень зря. Ну, такой-то. Очень зря. Вы живой. Хороший ответ. Я и кота своего не воспринимаю как артефакт. Я понимаю, это не артефакт в вашем сообществе. Так, с котом? Так, ладно, всё, замолчал. В вашем сообществе это, конечно, не так. Ну, вот. Артефакт. Что такое артефакт? Ну, по канту. Это то, чего не может быть, потому что не может быть никогда, но, тем не менее, существует. Ага, вот оно что. Это тоже очень тонкая фраза. Стул может быть. Могу я по отношению к стулу сказать, что стул – это то, чего не может быть никогда, но, тем не менее, существует. Ну, вот без человека бы стул не появился, да. Это означает, что это не значит, что стул вообще в природе не может быть. Но вот тут мы начинаем понимать, что вот если бы не было человека, который сделал этот стул, то никогда в жизни никакой набор случайных событий не привёл бы к тому, что я бы сидел на этом совершенно прекрасном, мягком, хорошо сделанном кресле, который то ли кресло, то ли стул. И я могу здесь сидеть и философствовать и тратить, вообще говоря, совершенно дорогое время радиостанции. Ну, вот. Вот что такое артефакт. Вы согласны со мной, что мы всё живое воспринимаем как артефакт? Конечно. Вот. То есть, всё живое мы воспринимаем как то, что на самом деле, так сказать... Не может быть. Потому что не может быть никогда, но, тем не менее, существует. Где наша проблема? Наша проблема в первых двух фразах. А кто создал-то тогда? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Оно само возникло. То вот в чём заключается проблема наше, не то что непонимание, а вот для нас в чём заключается проблема возникновения жизни? А вот в первых двух частях этого предложения. Живое – это то, что не может быть, как нам кажется. Потому что не может быть никогда, как нам кажется. Но, тем не менее, существует, потому что мы это видим. Тогда, для того, чтобы, так сказать, вообще попробовать теперь двинуться от этого ощущения к гипотезе, нам нужно внимательно посмотреть, а почему мы считаем, что это то, чего не может быть, потому что не может быть никогда. Какой смысл мы в это вкладываем? Как мы это ощущаем? Ну, это очень сложно, наверное. Нет. Я имею в виду, что жизнь, она же очень сложная. Это неважно. Как такое могло произойти? Вот. Как вот такой человек? Значит, ищет, во-первых, о том, что это всё-таки какие-то очень сложные вещи. И набор миллиарда случайностей эти. По большому счёту. Нет, ну, что случайность здесь уже лишняя. Лишняя, да? Миллиарды элементов. Миллиарды элементов, да. Да. Вот случайно они... Ну, нет, ну, всё совпало просто так. Удивительным образом. Да, удивительным образом. Но вы уже гипотезу выдвигаете гипотезу о случайном возникновении. Это не совсем правильно. Давайте пока феномен рассмотрим. Перед нами сложный объект, который случайным образом возникнуть не может. Значит, его нужно пытаться строить не случайным. Вот здесь, конечно, долгая дискуссия у физиков, что такое случайное, что такое не случайное. Я не хочу в это погружаться. Потому что обычный слушатель слово случайное воспринимает именно в том смысле, в каком я это говорю. Ну, хорошо, замечательно. Значит, мы понимаем, что случайно это возникнуть не может. Что это каким-то образом должно быть создано. Чем-то... Ну, не кем-то, а чем-то. С помощью какой-то технологии. Какой? Вот, например, давайте возьмём аналог такого же примерного объекта. Ну, тот же компьютер. Случайным образом из деталей он сделается. Если они будут просто лежать где-то разложенные... В мешке. Вот трясёте в мешке. Вот эта первобытная земля без жизни, это мешок, в который свалены все детали. Сколько ни тряси, у вас компьютер соберётся, а не соберётся. Что вы должны иметь для того, чтобы собрать компьютер? Вы должны иметь пропись. Что, зачем, в какой последовательности, какую деталь вы должны собирать. Клетка так и собирается. В ДНК зашифрована... Вот эта пропись зашифрована в ДНК. Она... Этот процесс сборки обслуживается огромным количеством специальных устройств, которые действуют согласно этой прописи. И вот всё это вместе мы и не можем объяснить, как это всё вместе может возникнуть. Может, что-нибудь попроще можно сделать? Но, в конце концов, компьютер сложный. Может, паровоз Черепанова можно как-то сделать? Но тоже артефакт. Конечно. Но проще. Возникнет он сам по себе? Нет. Да господи, гвоздь не возникнет сам по себе. Гвоздь может. Гвоздь может. Так, стал в тупик и остался стоять в нём. Гвоздь может. Ну, шип какой-нибудь, гвоздь там. Это же понятие такое. Ну, то есть, да, он не будет прям таким гвоздём-гвоздём, но что-то подобное. Это какой-то некий элемент. Отличие между гвоздём и паровозом Черепановой и клеткой тем, что гвоздь нефункционально. А винт? Это винт уже нет, судя по всему. Слава богу. Но всё-таки там функциональный элемент. То есть, всё-таки среди метизов всё-таки есть те, которые не могут сами по себе возникнуть. Ну, Евгений Анатольевич, я сдался на винте. На винте я сдался. Да. Так что вот мы уже начинаем чувствовать, что должна быть какая-то сложная технология точного манипулирования большим числом элементов. А на уровне чего всё это происходит? Ну, где тут, на уровне, на каком уровне, ну, когда я говорю на уровне чего, я имею в виду, ну, на каком? На уровне макроскопических тел, на атомарном уровне, на каком-то, я не знаю, квантовом уровне, на каком-то субчастичном. Это всё происходит на уровне атомов и молекул. Значит, живое – это вот нечто, что опирается на технологию точного манипулирования на атомном уровне. То, к чему человек сейчас пытается подойти, да? Доползти. Да. Более того, человек пока не знает, как до этого доползти, но он видит, что вот эта технология, причём она создана живой природой. Вроде бы, сама по себе возникла. Ну, это вообще фантастика. А что, так сказать, лежит в основе технологии точного манипулирования? Вот когда вы начинаете точно манипулировать чем-то? Когда у вас есть какая-то такая вещь, которую вы можете, как бы, назвать механикой. Ну, это уже тонкая вещь. То есть, когда... Ай, как-то я попробую... Ну, это аллегория, но тем не менее. Ну, грубо говоря, когда у вас руки трясутся не так сильно, чтобы, так сказать, вы могли попасть ниткой в игольное ушко. Понимаете, что когда вы уходите на этот самый атомарный мир, то там всё вообще трясётся и прыгает, и трясётся. Там же это ужас, что творится. То есть, точность должна быть очень высокая. Ну, а точность должна быть, да. А точность должна быть очень высокая. Нет-нет, я просто... Я не знаю, трясётся там или прыгает что-нибудь. Трясётся или прыгает. Не был ни разу, ну, наверное. Но, на самом деле, большой слишком для атомарного мира. Ну, Аристотель ещё говорит. Ну, я примерно представляю, какой безумной сложности, на самом деле, вот те процессы, о которых вы говорите, даже с точки зрения их понимания. Новости прерывают нас, а вот после них продолжим дальше. Я напомню, у нас в гостях Владик Аветисов, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории теории сложных систем Института химической физики. Рано. Я прошу прощения, но просто прислали телефон волонтеру, он будет, видимо, на сайте, по теме, о которой я говорил по-иркутскому. Я его кинул в свой твиттер, а его и твитки 200 с вами, да. Но я на всех случаях его назову. Это 8902-176-93-38. 902-176-93-38. И вернёмся к теме, которая, надо сказать, меня поставила сильно. Да, слушатели в экстазе просто так. Ну, слушатели в экстазе просто редко, видимо, по радио всё-таки мы обсуждаем такие вопросы. И причём просто достаточно. То есть мы понимаем, вы простыми словами это говорите. Давайте мы всё-таки уйдём от экстаза. Ну, к сути дела, да. Да, и просто посмотрим, как вообще может развиваться мысль. Ну, понятно, что я её веду в неком направлении, потому что я как бы себе придумал, куда я приду в вашей беседе. Это понятно. Но, с другой стороны, это, в общем, не так глупо, как, в принципе, может быть. Или может показаться. Ну, значит, мы остановились вот на чём. Мы остановились на том, что для того, чтобы собирать что-то похожее на живое, нам нужно научиться прежде всего... Ну, не нам, а природе надо было научиться, прежде всего, вот как-то научиться точно малипулировать на атомном уровне. И вся беда в том, что там из-за вот этого непрерывного дёргания и прыгания атомов, то, что мы называем флуктуации очень большие, да, это... То есть всё трясётся, как Феймин говорил, всё прыгает и трясётся. А для того, чтобы точно собирать сложные структуры, нам нужно каким-то образом эти элементы захватывать и как-то их точно очень позиционировать друг по отношению к другу. Вот, собственно говоря, для этого и нужны очень специальные устройства. Ну, какие-то роботы нужны, манипуляторы какие-то нужны, которые могли бы там работать с этими атомами. Какого масштаба эти манипуляторы могут быть, чтобы они... Ну, это нано-масштаб тот самый, да? Абсолютно, вот, абсолютно. Почему нано? Меньше можно? Ну, можно, наверное. Нет. Как нет? Вот, сейчас объясню, почему. Потому что меньше уже атом. А-а-а. Это всего в 10 раз. Нано-это в 10 раз больше, чем размер атома водорода. Вы только меньше, всё начинает трястись и разваливаться. А больше можно? Можно. Нет, нельзя. Больше, чем нано нельзя? Да. Но тогда не получится манипулировать, вы имеете в виду? Тогда не получится манипулировать такими объектами. Значит, мы должны точно застрять на нано-масштабе. Я поэтому молчу. Я предпочитаю лучше не отвечать, а так удивлённым взглядом сигнализировать, чтобы мне сами ответили. Потому что неизбежно попадёшь в лужу. Так. Евгений Альфович, я знаю просто, а Витисово стукалит. Я знаю, насколько я способен правильно ответить на его вопросы. Я туда и ведусь. Значит, нам нужны какие-то роботы и молекуляторы нано-масштаба. Ну, эко-невидаль. Возьмите, так сказать, там интернет, наберите слово молекулярная машина, у вас выспится гигантское число сайтов. Ну, просто вот молекулярная машина, ты тоже мне ещё пришёл, сказал. Эко-невидаль, да? Да, эко-невидаль, молекулярная машина, сказал. А что подразумевается под этим? Там, на всех этих сайтах. А именно те молекулярные машины, которые созданы живой природой. Они есть? Да, конечно, живая природа без этого не существует. Ну, например, вот такое, по-моему, белки. Ну, белки для вас, это, так сказать, что-то такое, что, вообще говоря, нужно есть не в слишком большом количестве, там, мясо, там, и так далее. Но для... всё-таки белковые структуры... А из них строится ДНК? Нет. Нет? Нет, нет, нет. Белок – это и есть молекулярная машина в клетке. Но другое дело, что, так сказать, эти белки иногда, белковые структуры используются не молекулярные машины, используются как строительный материал для чего-то более большого. Но в данном случае я имею в виду те белки, которые называются... Ну, я не хочу погружать в терминологию. Короче говоря, вот клетка, она просто там рой этих молекулярных машин, которые делают все нужные операции, собирают сложные структуры, так сказать, перетаскиваются с одного места на другое, и всё это ещё каким-то образом управляется. И это вообще невероятно. Значит, можно сказать, что живое – это мир молекулярных машин. Но этого же мало. Это немного нам говорит, скажем так. Ну, то есть, не даёт ответов. Сейчас, пока да. Я веду вас к некой проблеме, из-за чего мы не можем решить, мы не можем понять проблему возникновения жизни. Значит, до молекулярных машин мы дошли. Мы увидели, что они есть в природе. А может, они сами могут возникнуть? Ну, сами по себе могут возникнуть. Ну, вот у нас тут слушатели пишут, что да, если много же времени дано, бесконечно много времени, поэтому, скорее всего, что-то может возникнуть. А вдруг? И всё, и пошло-поехало. Как-то собрались молекулярные машины, ну, потихонечку подружились, организовались какие-то системы. Глядишь, они вместе, сговорясь, что-то такое слепили. Появилась новая молекулярная машина. И так, тихо-тихо-тихо-тихо дошли до такой системы, которая сама себя и воспроизводит. Звучит хорошо. Замечательная идея, правда? Вот по этому пути и идёт, на самом деле, подавляющее большинство исследователей в проблеме возникновения жизни. Ну, в вашем голосе слышен скепсис. Безусловно, это тупиковый путь. Любой биолог знает, что ни одна молекулярная машина, живая, ну, биологическая молекулярная машина, сама по себе возникнуть не может. Её строит вся клетка. И вы из этого... Вот смотрите, у вас получается замкнутый круг. С одной стороны, чтобы клетку определяет вся эта сложная система молекулярных машин, которая позволяет клетке функционировать. С другой стороны, функция воспроизведения, то есть создания самих молекулярных машин, появляется только на уровне клетки. Не существует молекулярной машины биологической, которая могла бы строить другие себя или другие молекулярные машины. Нету такой. Молекулярные машины строит система. Ну, ладно, вы можете сказать, но это для клетки, там точность нужна, там нужно, чтобы ошибок не было, чтобы, не дай бог, там какая-то корявенькая молекулярная машина не появилась, которая, так сказать, соберёт нам не ДНК, или там мутаций будет столько в этой ДНК, от того, что она там сделает. Ну, это... Просто это нужно из-за точности. А может быть, так сказать, если что-то тряхнуть в колбе, там взять какой-то полимер, а он возьмёт и схлопнется в молекулярную машину. Вот существует такой парадокс Левенталя, который показывает, что это невозможно именно в смысле, именно вот в том самом кантовском смысле артефакта. То есть, биологическая молекулярная машина является в той же степени артефактом и ровно таким же артефактом, как и клетка, как и таковая. Вот в чём парадокс. То есть, не может такого быть? Нет, биологическая не может. Вот та, которая сейчас в живой клетке, то есть, ту, которую мы можем выделить, исследовать, посмотреть, из чего она сделана, из каких молекул, какой там полимер, как он сложен. Всё, мы про неё всё можем сказать. А вот как сделать так, чтобы она сама собралась, мы не можем. Вот так, Евгений Яныч. Да, вот так, Евгений Яныч. И вот эта замкнутость, то, что вот сложная система молекулярных машин составляет основу технологии производства молекулярных машин, которые сами составляют основу этой технологии, вот эта замкнутость и лежит в основе феномена жизни. В чём проблема? Проблема в том, что мы вот эту замкнутую систему не можем аппроксимировать в предбиологию. Аппроксимировать в том смысле, что мы её не можем как бы настолько упростить, чтобы как бы потом сказать, что вот такая гораздо более простая система, чем клетка, она вроде бы могла возникнуть и сама. А это проблема курицы и яйца, да, что было раньше, получается, да? Абсолютно точно. Курица без яйца не может, яйцо без курицы. Замкнутая вещь. Тарелка. Какая тарелка? На которую вы можете положить и то, и другое. Шутка. Ну да, может быть. Смотря как приготовленную, да? Ну а какая разница? Без тарелки ты всё равно же не подашь. Ну да. Ни того, ни другого. Ну да, конечно. Ну вот. Где искать разгадку? В космосе, может быть. Нет, некоторые ищут разгадку в попытках, так сказать, увеличить, ну что ли, представляемые масштабы доступного пространства и времени, где, тем не менее, случайные там события могли привести к появлению чего-то, что невероятно, ну что может появиться с исчезающей малой вероятностью. А, кстати, я должен сказать, а в каких, заметить, да, вот, а в каких представлениях у вас вообще существует проблема возникновения жизни? В каких представлениях о Вселенной у вас существует такая проблема? Ну понятно, что она существует только в тех представлениях, когда вы думаете, что Вселенная конечна. В бесконечной Вселенной... Таких проблем нет? Нет, феномен жизни является просто атрибутом этой Вселенной. Всё. Вопроса нет. Есть вопрос, как она появилась на Земле. А тут, пожалуйста, вы можете апеллировать к Сванту Арениусу, который говорил, что да вот там летали эти вирусы, капсулы там и в межзвёздном пространстве, и вот одна там засеялась Земля, были подходящие условия, и пошло поехало. Ну, чем плохо? Хорошо. Правда, там возникает вопрос, как возникло. В конечной Вселенной этого недостаточно. Нет просто проблемы возникновения жизни на Земле, есть проблема возникновения феномена жизни во Вселенной, если она конечна. И, к сожалению, все возможные, так сказать, оценки ресурсов во всей Вселенной, они, так сказать, на самом деле просто несопоставимы с теми исчезающими малыми вероятностями появления тех вещей, о которых мы говорим. Где выход? Нет выхода, получается, замкнутый же круг. Правильно. Многие люди так и думают, что нет выхода, поэтому, так сказать, Бог создал, вот вам, вот вам. И я даже могу в ряде передач слышать такое заявление, что вот учёные говорят, что это невозможно, но это полная ерунда. Это неправда. Учёные не говорят такого. Затруднение науки не означает отсутствие пути. Это же надо же понимать, это же, ну да, мало ли чё, мы не понимаем до сих пор. Это не значит, что мы понять этого не можем вообще. А что нужно понять? Это я хочу на, так сказать, заказку. Ну вот как вам такая логика? Я попытался подвести вас к некой проблеме и показать на самом деле и подчеркнуть только одну мысль. Эта мысль заключается просто. Если мы опираемся только на то, что видим, то мы не сможем никогда вырваться из круга биологии, то есть то, что мы видим. А это значит, что весь наш опыт и знания о биологии, они никогда не помогут нам перейти в предбиологию. И вот этот путь, которым занимается подавляющее большинство учёных, этот путь им не представляется ошибочным. Владик Иванович, надо прерваться на короткие новости. Я напомню, у нас в гостях Владик Аветисов, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории теории сложных систем Института химической физики РАН. 5533-2008-903-170-63-63. Вот слушатели пишут, собираются сохранять эти лекции себе на память, вот эту вашу лекцию. Ну, в интернете, кстати, есть. Она имеет большой успех уже. Владик Иванович. Прервёмся. Маленькая ремарка. Значит, я понимаю, вот нам постоянно пишут некоторые поправки, что фраза, которая была приведена Владиком Ивановичем вначале, она не из Торы, которая там вначале сотворил Бог, небо и землю, а она из Нового Завета, Евангелия от Иоанна. Но и Владик Иванович не еврей, в отличие от меня, а человек христианского происхождения. Библия же состоит, уж извините, в отличие от пяти книжек, Моисеева. Всё-таки и из Ветхого, и из Нового Завета. Так что тут всё абсолютно правильно, со всех точек зрения, наверное, кроме раввинской. Но я не раввин. Ну, не ортодоксальный я человек. Что ж теперь поделать? Поэтому вот оставьте Библию и Библию, учёным-учёное. Кесарю-кесарю. Да, слесарю-слесарю. Поэтому я замолкаю и отдаю подиум. Да, но мы не про это же говорим. Это совершенно точно. Я так как бы привёл неожиданный пример, может быть, но неожиданно некую параллель провёл, но это сейчас не так важно. Значит, мы вроде бы остановились уже на той точке, уже на неком... Вот смотрите, мы стартовали из ощущения. Правда? Потом мы... Ощущение того, что это артефакт. Феномен жизни, это вообще живые... Мы воспринимаем это как артефакт. Потом мы дали некое определение этого артефакта. Ну, понятно, что это определение эмоциональное, то, чего не может быть, потому что не может быть никогда, но, тем не менее, существует. Ну, хоть что-то, да. Да, потом мы стали... Мы попытались поисследовать смысл этой фразы. Что значит то, что не может быть, потому что не может быть никогда. Да, вот. В чём там смысл? Мы стали говорить о сложности, о малых вероятностях самосборки, о случайном возникновении таких вещей, о том, что нужна точная технология этой сборки. Потом мы опустились немедленно на мир, на ватомный мир, потому что там биология как бы существует. Поняли, что там на самом деле эта технология тоже существует, что она там именно присутствует, и здесь природа действует так, как и положено. Вот. Но встал вопрос, а как эта технология вообще могла возникнуть, потому что биология представляет собой нечто замкнутое. На основе этой технологии создаются сами машины, которые потом создают и реализуют эту технологию. Вот. И тут мы уже пришли к утверждению. Вот обратите внимание, мы стартовали с ощущения, а пришли к утверждению. Это утверждение может быть неверным, но мы уже к нему пришли. Какое мы утверждение хотим сделать? Я его так сформулирую. Вот это такая квазинаучная формулировка, что биология не имеет аналитического продолжения в предбиологии. Красиво. Красиво звучит, да. Что есть в предбиологии? Вот. Ну, пожалуйста, я могу сразу назвать, что есть в предбиологии. Физика? Нет, нет. А вот, между прочим, тоже интересно. А что такое в предбиологии? Да? Как это понять? Ну, мы с вами уже говорили, что вообще феномен жизни, происхождение феномена жизни имеет такой вопрос, имеет смысл ставить только в конечной вселенной. А в конечной вселенной есть начало. Ну, теория большого взрыва там... Это я сейчас не буду излагать теорию этого начала, но есть начало. Обязательно есть начало. Если она конечная. А если бесконечная, то нет, да? Нет. Конечно, нет. Потому что тогда всё, что мы видим, есть атрибуты этой вселенной. Всё. Это заданные вещи. Вот. А если конечная, то тогда есть начало. А раз есть начало, значит, все, что мы увидим во Вселенной, должно появиться так или иначе. Из чего-то, каким-то образом появиться. Но, следуя нашим представлениям, начало было уж очень горячим. Таким горячим, что там не то, что молекулы, там атомы не могли существовать. Там вообще с электронами было не все в порядке. Это вы про большой взрыв как раз говорили. Да, да, да. Потом она расширялась и остывала. Вселенная, я имею в виду. И вот в ней стали появляться некие объекты. Там электроны, протоны, потом, так сказать, атомы из них стали строиться. Потом появились молекулы, то есть пошла какая-то химия. Потом все это стало твердь, там земли, я не знаю, кометы, концентрация, пыль и так далее. Ну, на чем-то, да. И вот мы пришли к некой такой стадии, когда у нас есть уже звезды, планеты, газ, там, Вселенная заполнена там газом каким-то, водородом, летает все это, свет есть, взрывается сверхновый. Почти все то, что мы видим сейчас. Почти? Почти. Это было примерно 5-4-5 миллиардов лет тому назад. Раньше быть не могло. Вселенная была слишком горячая. Вот в чем все дело. И вот тогда, когда она уже достаточно остыла, и когда уже пошел химический синтез, вот тогда появился такой феномен, как жизнь. Так что, говоря о предбиологии, я могу уйти вот туда. Там уж точно жизни не было. И мне не обязательно, вообще говоря, подбираться близко к этой предбиологии. Я могу уйти туда. Потом я начну оттуда идти, пока не дойду до клетки. Ну вот. Теперь я хотел бы все-таки вернуться к одному тезису. Значит, мы сделали утверждение. И это утверждение очень сильное. С этим утверждением, которое я сейчас делаю, да еще в прямом эфире, да еще, так сказать, на очень широкую аудиторию, вообще, это наглость достаточно большая, потому что на любом научном семинаре обязательно встанет 2-3 человека, которые просто начнут яростно возражать против этого. Но, тем не менее, я же имею право излагать свои точки зрения. Конечно. Имею. Вот я утверждаю, что биология не имеет аналитического продолжения в предбиологию. Что это означает? То есть, то, что мы имеем сейчас, не связано с тем, что было, когда вы описывали, когда не было еще жизни. Это должно было быть создано чем-то. Соображение такое, это должно было быть создано тоже на основе нанотехнологии, если уж не затаскан на это слово до конца, конечно. Вот. То есть, на основе точного манипулирования на атомном уровне. Но эта технология и предметы манипулирования, они кардинально отличались от того, что есть, что мы наблюдаем. И проблема возникновения, что мы наблюдаем в биологии, я имею в виду. И проблема возникновения жизни, ее сложность заключается в том, что у нас нет прототипа. Нам подсмотреть некуда. Мы должны это выдумать, не выдумать, а увидеть интеллектуальным напряжением. То есть, напряжением нашего интеллекта. Ну, чем мы вообще, говоря, уже не один год и занимаемся. На самом деле, есть тут, в самое последнее время тут открылась надежда. Почему? Потому что, понимаете, если вот в биологии молекулярные машины собираются молекулярными машинами, и вообще, молекулярная машина, если она сама, по себе, артефакт, она не может быть собрана, вроде бы, не может быть собрана не молекулярной, не машиной. И вот, оказывается, нам нужно придумать такую машину, которая, с одной стороны, была бы машиной, а с другой стороны, взяла бы и сама собралась. Вот это да. Да. За дачу. Интересно. А это, я должен сказать, что на самом деле, это и есть то, что называется, нанотехнологии вот в таком хорошем смысле этого слова. Это не копирование, но биология, это геноинженерия, это тоже нанотехнология. И биотехнология, это тоже нанотехнология. Они работают, они используют ту технологию сборки сложных атомарных структур, которую создала природа для живого. А если есть еще время, я скажу два слова. У нас две минуты еще. Замечательно. Это огромное время. Значит, вот это такая задача. Нам надо усилием воли и концентрацией ума, не имея прототипа вообще, и даже не представляя, как это может выглядеть, догадаться, как могла бы выглядеть, могли бы выглядеть те самые первичные молекулярные машины, вовсе не связанные с биологией, которые могли бы осуществлять вот эту функцию точной сборки, могли бы появиться сами, создать вот этот промежуточный или первичный мир точной технологии. И исчезнуть потом? А его съели. И исчезнуть потом. Да. И потом исчезнуть. И потом исчезнуть. вот все, вот в этом и проблема. Я должен сказать, что для того, чтобы это сделать, ну, это не сидится так вот, смотря в потолок, не думается. Здесь на это обрушиваются очень мощные современные методы. Вот на поиск таких вещей скринингом не найдешь. Значит, у тебя должна быть идея методы проверки. Идея методы проверки. Здесь очень мощно работает математика, только очень специальная математика, методы компьютерного моделирования, очень мощные методы компьютерного моделирования. И, конечно, вся физика. Классическая и не классическая, квантовая какая есть. Ну, пожалуй, я на этом закончу. Я только должен сказать, что у нас есть надежда. И это самое главное. у нас есть надежда, и, может быть, года через два-три я такую машину положу на стол. Вот сюда к нам. Если мне сильно повезет. Ну, народ требует продолжения. Поэтому я надеюсь, вы будете так любезны прийти и продолжить рассказывать о... к вам с большим удовольствием всегда приветствую. И пять секунд у нас, я напомню, у нас был Владик Аветисов, доктор физико-математических наук. в гостях. Спасибо большое. Спасибо большое.